Чтобы узнать, какая будет погода, достаточно включить телевизор или посмотреть в интернете. А вот чтобы прогнозы появились там, необходимы данные, которые собирают метеорологические спутники. Космический аппарат Электроэлл номер 2, как видно из порядкового номера, уже второй по счету. По сравнению со своим предшественником, он оснащен модернизированным многозональным сканирующим комплексом для оперативного метеонаблюдения Земли с геостационарной орбиты. Улучшения проведены с учетом экспериментов и дополнительных требований заказчика Росгидромета. Уже летающий Электроэлл номер 1 показал очень неплохие результаты. Снимки Земли, переданные космическим аппаратом, давно разошлись по всему миру. Аппарат Электроэлл заснял след Челябинского метеорита, солнечное затмение в 2013 году, мини-тайфун в Тихом океане и многое другое. Электроэлл номер 2 только-только достали из термовакуумной камеры, где почти две недели проводились комплексные электрические испытания. На космический аппарат специалисты возлагают большие надежды. Режим съемки и качество получаемых снимков изменится. Теперь сканирующий комплекс будет проводить последовательную съемку одновременно в 10 спектральных диапазонах. Штатная периодичность съемки 30 минут. В случаях наблюдений стихийных явлений она может измениться до 10-15 минут. Аппарат имеет поистине уникальную систему терморегуляции, которая может работать только в условиях космоса. Этот аппарат прошел здесь испытания без замечаний. Коллектив МПУ «Лавочкин» очень доволен этими испытаниями. Сейчас мы готовим последние операции для транспортировки, отправки на завод-изготовителя МПУ «Лавочкин». С поставленной задачей успешно справилась и барокамера. Электроэлл номер 2 проходил испытания в том числе и давлением – 10 в минус 6 степени миллиметров ртутного столба. Все тепловые потоки и температурные режимы были выдержаны. У нас даже на оперативке коллектив наш поздравил администрацию предприятия с успешным завершением данного испытания. Ждем следующей машины на испытания в 2015 году. Татьяна Трушкина, Феликс Дорохов. День города.